Значит, хочу несколько слов сказать по поводу ареста Дурова. Сейчас, когда уже страсти более-менее улеглись, поскольку цели там просто хайповать, как это делает большинство, ну, там, только вот арестовали, начинают тут же разгонять, цели в этом нет. Есть цель разобраться, убедиться, что мои рассуждения соответствуют действительности, и, собственно, вот сейчас уже, я думаю, можно дать обстоятельный комментарий. Прежде всего, причины ареста, истинные причины ареста. Понятно, что официальная версия, что вот Дуров якобы соучастник всех тех преступлений, которые были совершены на территории Европы с использованием Телеграм, ну, эта версия, мягко говоря, ну, она на то и официальная. На мой взгляд, а вообще все, что я буду сейчас говорить, это просто мое мнение в сущности, на мой взгляд, все, ну, несколько сложнее. Все не так однозначно, как нам это пытаются преподнести. Ну, прежде всего, опять-таки, мое мнение, но это не мнение-то. Ну, кому непонятно, мне кажется, объяснять бессмысленно, но я все-таки попытаюсь. Дуров, безусловно, является агентом Кремля. Ну, в самом хорошем смысле только. То есть, это наш человек. Чтобы вы понимали, я вообще... У меня альтернативные вообще взгляды на происходящее. То есть, я не сторонник занимать ту или иную сторону. Я сторонник разбираться в том, что происходит. То есть, я хочу разобраться в принципах, да, то есть, вот что происходит, почему, за что. И тут, на самом деле, история повторяется в определенном смысле. У Сергея Мавродия, если кто не в курсе, можете почитать, это интересная штука. После того, как власти разрушили МММ, дискредитировали полностью человека, который действительно хотел помочь людям, Они запустили ГКО, а Мавродия, будучи в федеральном розыске по линии Интерпола, запустил Stock Generation. SG сокращенно называется это, ну, назовем это привычным для вас словосочетанием, финансовая пирамида. Значит, это в Соединенных Штатах, в Европе все работало. И СЕК, ну, это такая клешня ФРС, назовем это так, которая следит за тем, чтобы монополия на печать денег сохранялась. Ведь именно монополия на печать денег делает хозяев нынешнего мира, собственно, хозяевами, да. Ростовщики, судный процент, частичное резервирование, все очень просто. И я не просто так, на самом деле, про SG начал говорить. Значит, ну, вот многие, во-первых, сетуют, что вот, дескать, европейская демократия, свобода слова, все подорвано там. Дорогие мои, это все было ясно уже давно. Вот в Stock Generation, там просто как, вот, только СЕК выяснило, что есть некая фирма, которая работает определенным образом, она просто все арестовала, без суда и следствия заблокировали счета. Да, причем Мавроди так по-философски упоминал, что, ну, вот как, говорит, так, вот, вся эта хваленая демократия, что, вот, мне, говорит, надо адвоката нанимать, чтобы защищаться. А у меня счета арестованы. То есть замкнутый круг, понимаете. Адвокату нужно денег дать за работу, а счета уже арестованы, без суда и следствия. И на какие шиши ты будешь адвоката нанимать? То есть то, что в Европе нет никакой демократии, нет никакой свободы слова, как и в Штатах, что там тоталитаризм, просто завернутый в красивую упаковку, для меня, например, это не открытие, не новость. Это и так давно ясно. Другое дело, что наши вот эти вот, что, ой, там, свобода слова, там, демократия, чья бы корова мычала, то есть у нас могут вообще там просто не понравиться там власть имущим, то, что я, например, скажу, меня просто возьмут и закроют. Точно так же вообще, без суда и следствия. То есть в этом смысле наши власти ничем не отличаются. И вот эти вот двойные стандарты меня раздражают больше всего. Что люди этого не видят. Что наши власти, значит, блокируют YouTube. Можно, кстати, рассматривать как ответочку, да, но тут причины глубже на самом деле, и все проще. Дурова, на мой взгляд, приняли за тон. Поскольку тон это именно, ну, во-первых, что и телега, и тон, их нельзя рассматривать отдельно, это все один продукт, да, поскольку тон как распространяется, через телеграм. Уникальность телеграм в том, что это приложение, которое есть у каждого на телефоне, это мессенджер. И там же кошелек, там же этот тон. И приняли его, естественно, за тон, потому что это некая игра, которая нарушает монополию хозяев на печать денег. Все очень просто. По этой же причине МММ предана анафеме. По этой же причине финансовые пирамиды как таковые, что это только хозяевам можно. А нам нельзя, нам нужно честно работать, чтобы деньги получать, чтобы нам с умным видом хозяева выдавали вот эти из воздуха напечатанные деньги в качестве платы за труд. Вот. И здесь америкосы просто, ну, понятно, что это по американской указке же его закрыли, они просто показали зубы, показали, говоря проще, кто в доме хозяин. Вот и все. И все эти наши чиновники, все эти вопли про свободу слова, ну, извините меня, еще раз повторяю, я бы корову мычала. Больше того, вот там этот разгон, недружественные страны, там, ля-ля-ля-ля-та-поля, американские, там. Я не топлю за Америку. Ну, и... То есть, что вот... Америка хотя бы для своих граждан, ну, делает все, чтобы они жили достойно. А наши что делают? Вот наши власти что делают для рядовых граждан? Простой вопрос себе задайте. И посмотрите, как люди живут в большинстве своими. Вот в вашем даже окружении. Вот и все. Тут же не нужно рыть там куда-то глубоко, в дебри в какие-то лезть. Все на поверхности. То есть, у наших чиновников, у наших властей по несколько гражданств. У меня, кстати, только российское гражданство. У них там активы за рубежом, дети учатся. Так что это все. По поводу Дурова, что он полностью прокремлевский, тут нет никаких сомнений. По одной простой причине. Что... Ну, там слишком много совпадений вообще. Первое. Это еще 15-й год. Если кто помнит, как раз после того, как Крым стал нашим, власти начали закручивать гайки капитально. То есть, запрет митингов, сборищ. И тут, откуда ни возьмись, происходит, значит, митинг в поддержку Телеграма. Свобода слова. Помните, там самолютики все пускали. Я тогда написал еще публикацию у себя ВКонтакте. Но у меня сейчас нет ВКонтакте. Тогда был аккаунт. Что Дуров, это просто вот полностью такой... Ему сделали легенду, что вот якобы у него отжали ВКонтакте. Он там весь такой независимый программист. Улетел в другую страну. Понятно, что все это дело по указанию наших властей. Это грамотный ход, кстати. Это правильно, что... Они от него дистанцировались, что якобы Телеграм это вот такой независимый мессенджер. Он, кстати, достаточно защищенный. Из этой... Вот вообще из всей этой ситуации, которая сейчас происходит, можно сделать очень такой вот хороший и однозначный вывод. Телега защищена. И то он защищен. Иначе бы они его не принимали. Потом, какие еще совпадения? Ну, что Путин вот в Азербайджане, прямо перед арестом Дурова, они там что-то... Путин отказался с ним встречаться. Я еще пошутил у себя вот здесь вот. А, нет, это база Мавроди. А у нас еще есть клуб Мавроди. Телеграм-канал участников. Я там тоже публикуюсь. Что... Я там пошутил Путин, не захотел кухню полить. И вот совершенно случайно его тут же арестовали во Франции. Что еще там? Путин дает интервью Такеру Карлсону. Следом Дуров дает. Это все тоже, конечно же, о чистой случайности. И то, что сейчас власти так активно... Вот они все хотели заблокировать Телеграм, но заблокировали Ютуб. А за Дурова и за Телегу сейчас топят. Еще один момент чуть не забыл. Знаете, вот эти вот военкоры и люди, не рядовые граждане, а именно, ну, как сказать, высокопоставленные лица. Некоторые заявления этих людей меня, ну, мягко скажем, удивляют. Вот они понесли, значит, причем это публикуют в федеральные СМИ. Я вообще не понимаю, куда наши спецслужбы смотрят этот уровень федеральной важности, вообще-то говоря. Что-то они вопят там наперебой, что телега, значит, там на фронте все от нее зависит. У вас там все, что ли, уже? Не улетай последний гусь. Как можно такие заявления делать? Вы что, не понимаете, что эти заявления, по сути, наносят прямой ущерб вред нашей стране? Повторяю, куда спецсуры смотрят? Вот куда вы смотрите? То есть у нас в федеральные СМИ там лента.ру, вот я даже шорт-видео делал, значит, публикуют это все. Даже если Телеграм является таким важным, чуть ли не стратегическим средством связи, понятно где, так зачем варежку-то разевать свою, зачем об этом говорить? Это вообще поражает воображение. Люди уже, по-моему, вообще, ну, такое ощущение, так иногда смотришь новости и думаешь, все, мир окончательно. Не улетай последний гусь. Что еще? Ну, под занавес про МММ скажу. Вот смотрите. Система МММ, она отличается от того же, например, Тона тем, что нет вот этой официальной оболочки, нету вот этой крипты, нету вообще ничего, ни единого счета, ни компании, ни фирмы, ни единой базы данных, нету даже сайта с функционалом. То есть, все держится на людях. Больше того, все держится на людях, и вся ответственность и нагрузка, в том числе финансовая, также распределена на всех участников. Система состоит из десяток, то есть, это такие неформальные ячейки, во главе которой стоит десятник. Десятником может стать совершенно любой участник. Вот вы можете стать десятником. Почитайте предупреждение и мои рекомендации на базамовроде.ком, либо вот здесь вот там все по разделам, это как такой телеграм-блог, по разделам все аккуратненько почитайте, осмыслите, примите решение. То есть, простая, честная система, не облеченная в какие-то вот рамки, понимаете? То есть, вот этот тон, это рамки, это программа, ее заблокировало и все. МММ в этом смысле невозможно заблокировать. В этом, собственно, и заключается гений Сергея Пантелеевича, что нет единых баз данных, серверов, центров управления. Тотальная распыленность, понимаете? Ну, вряд ли понимаете пока. Вообще, идеи Мавроди, это поразительно. Вот спустя 30 лет, если брать с МММ-94, идеи Мавроди по сей день остаются непонятыми большинством. Представляете, насколько они прорывные, насколько они, какой в них колоссальный потенциал сокрыт. И ведь все работает. То, что схема рабочая, это даже у моих хейтеров не вызывает никаких сомнений. Просто они бесятся от того, что я там что-то делаю, а они ничего не делают. Ну, и вроде пытаются там... Ну, у них личная неприязнь, короче, у людей, которые катят бочку на МММ, вот на возрожденную, у них личная ко мне неприязнь. Психологически это все легко объясняется, еще раз повторяю. Они понимают собственную ничтожность, а тут, значит, я, как выскочка для них, как белая ворона. Мол, давай, сиди-ка с нами вместе. Вот они пытаются меня, типа, осадить, короче говоря. Вот. Ну, что еще сказать? Да все вроде сказал. В общем, завершу так. Вот, ключевая, простейшая мысль Сергея Пантелеевича, вообще, вся идея МММ заключается в следующем, если совсем простым языком. Когда простые люди объединят свои микрокапиталы, то есть, когда вы перестанете нести деньги банкирам, своим узурпаторам, которые являются, по сути, шестерками вот этой вот финансовой всей махинации, вот этого мошенничества тотального, которое называется судный процент с частичным резервированием. Я сейчас говорю про доллар США. Ведь, когда вы несете деньги в Сбербанк, вы подпитываете эту систему. Хотите вы этого, не хотите, понимаете, не понимаете, это не меняет реальности. А реальность такова, что вы являетесь частью этой системы. Так вот, когда вы перестанете нести деньги банкирам, которые довели мир до ужаса, вот этим проклятым паразитам-растовщикам, вот перестанете нести деньги, а начнете нести деньги друг другу, то, ну, подытожу, значит, когда люди скинутся своими микрокапиталами, вот этими свободными деньгами, то мы тогда станем богаче, чем все олигархи вообще в мире, вместе взятые, понимаете, вот в чем замысел Сергея Пантелеевича. Сделать истинных хозяев денег, собственно, хозяевами, а не так, что нами там манипулируют через эти базовые ставки, судные проценты, а мы там должны горбатиться всю жизнь, чтобы выжить вообще, чтобы миску похлебки нам дали. Еще и честно, нам нужно работать. Ну, как это нам с таким поучающим, умным видом говорят те, кто эти деньги просто из воздуха печатает. Это так и есть. В общем, читайте, вникайте, изучайте, присоединяйтесь, участвуйте, ничего не бойтесь, никого не слушайте, кроме своего внутреннего голоса, кроме своей совести, своего сердца, как говорится, и помните, что вместе мы можем многое. Субтитры сделал DimaTorzok